Девочка-пай Всем привет, находимся на астраханском острове Куба-Либра, который у нас вот здесь вот в низовье реки Волги, затихарился вот такой вот остров. Я вот там вижу, короче, твои ноги в зеркале. Девочка нормальные ноги. Ребят, сегодня у нас интереснейший эксперимент, как у нас с Максимом бывало уже не раз. У нас Максим большой фанат Рома. Эксперт, я бы даже сказал. Значит, сегодня у нас два представителя от замечательного бренда Гавана Клаб. Это у нас старейший кубинский Ром. Саратовский винодочный завод. Значит, вот здесь у нас на бутылочках красуется вот такая вот надпись 1878. Эта надпись у нас говорит о том, что вообще на Кубе, на Кубе, да, ну как бы по преданию, да, в 1878 году появился вот первый Ром. Значит, кстати говоря... Именно так все и было. Именно так все и было. Да, кстати, давай я налью, наверное, да? Конечно, конечно. Из-за чего ты ждешь. Что интересно, у нас здесь одна бутылка Гавана Клаб, семилетний, разлив, 1992 год. И, кстати говоря, семилетнюю Гавана Клаб начали производить именно в это время. То есть это, можно сказать, первенец, понимаешь? Это первенец. То есть я сейчас историю открываю, понимаешь? 1992 год. А тут что-то на японском там сзади написано. Это нормально? Слушай, а здесь лиман этим пахнет, знаешь, как будто сюда газировки налили. Да, вторая бутылка у нас это современный Гавана Клаб. Где тут дата разлива? Указано на бутылке. А вот смотри, я еще дату разлива, я нашел дату разлива. 22 год. У нас разница между этими бутылками в разливе в 20 лет получается. Отличный? Не отличный. У нас разница между этими бутылками получается 30 лет. По поводу слепой дегустации, кстати, можно было бы... Обязательно вот не могут, да, как обычно? Они по цвету очень... Ну, слушай, а ты хочешь сказать, ты не проливаешь? Никогда в жизни. Что еще можно сказать про Гавана Клаб? Учитывая то, что, значит, с 59-го года, да, после того, как на Кубе у нас произошла революция, и, значит, после этого Куба у нас стала большим другом Советского Союза, Ром Гавана Клаб у нас активно поставлялся в СССР и был, значит, уделом нашей, ну, определенной, так сказать, творческой и технической интеллигенции, да, то есть... Ну, только избранные. Конечно, да, избранные люди могли себе позволить Гавану Клаб, но, опять же, то есть обычный Гавана Клаб, я напомню, что вот эта вот семилетняя версия, так называемая Аньеха, то бишь выдержанная, она появилась только вот в начале 90-х годов. И интересный момент, здесь у нас, значит, украшает бутылку вот такая вот... Да, вот я хотел спросить, что это значит вообще. Вот такая вот женщина, такая вот в таком, значит, каком-то одеянии, таком полукамуфляжном, я бы сказал, называется, она Ля Геральдилья, она олицетворяет собой, собственно говоря, она является символом Гавана, то есть столицы Кубы, да. Максим Сергеевич, может сравним уже как бы? Давай-давай, давай-давай, давай, перейдем. Там что, эти ароматы? Да, ароматы, да, то есть давай... Здесь у нас старенький, да, здесь у нас старенький, справа. Ну, это... Что? Дюшес. Да, самое интересное, что да, он какой-то, он такой неимоверно легкий. Вообще просто. Ну-ка давай-ка сразу новенький. Новенький. Японский. Ну, этот недалеко ушел. Ты новенький, дюшес. В общем, приходим к выводу, что на природе, значит, сопоставлять ароматику очень тяжело, то есть ром представляется неимоверно легким. Наверное, так и должно быть, поэтому ром, в общем-то, и пьют на жаре, да, то есть вот там кубы там. Всем пока. Режим Эдуарти, Антонио Фагундес, Габриэл Эдуарти, Фабио Асунсон, Вивиан Пазмонтерн. Нет, подожди, ну, выпьем как-то. Ну, да, давай начнем, значит, Гавана, где он стал старенький, да, давай. Второго года. Парни, вам как раз. Опа, опа. Ай, спасибо ты, мой золотой. Этот самый Женя пьет который? Автограф можно, пожалуйста? Можно, мой хороший, можно обязательно сейчас. Сейчас, сейчас покушать, покушать, покушать. Тебе прям, бери. Так, все, давай. Ну. Предпримем меры уже. Ну, такое можно просто из бутылки прям, как лимонад. Оно маслянисто при этом, чувствуется плотность определенная. При том, что это вот 40 градусов, но это не какой-то такой жидкий алкоголь. Он ведь такой, достаточно густой. Не, ну, легкий. Он легкий, да, он легкий, приятный. Суперлегкий, я бы даже сказал. Интересно, знаешь, такой тропический, яблочно-грушевый и немножко табачный, я бы сказал. Такое чувство, что тут даже вода не нужна для того, чтобы это сбить. Тут вообще ничего не надо. То есть, это просто сок лимонад. Посмотри, что просто прошло минут 15-20. И вот теперь возьми и старый, и новый. И вот теперь здесь появилась ароматика. Смотри, ты чувствуешь, как он развился? Он вообще стал четким. Из него прям зафонтанировало. Засквертанировало. Засквертанировало. Он вообще стал пирожным. А вот посмотри, а в новом-то такого нету. А тот я еще изначально-то не был в нем. Ну да, тот как был, так и... Давай попробуем. Старый, ой, новый. Да, мяшный. Нас... Тоже легкий. Да хорошо, кстати, да. Вообще, легкотня. Не, а водки у нас нет, кстати, с собой. Ну-ка, подожди, сейчас сразу старенький после новенького. Ну-ка. Ну, старенький в аромате прям... Не, да, это просто чудо какое-то. Слушай, ну здесь прям тропики, тропики, тропики. А ты был в тропиках? Ну, я покупал их вот эти фрукты неоднократно. Ты говоришь в тропике? Ты был в тропике? А зачем говоришь тогда? Ты давай ассоциации российские какие-нибудь. Российские? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Смотри, а вот теперь новый, значит, 2022-й. Да я про старый-то ничего не сказал. Ну, спасибо. Ну, скажи, нет, хорошо. Нет, все, давай, вот если ты вот так решил, давай перейдем к новому. Нам надо как-то резюмировать по обоим нашим представителям сегодняшним. По обоим? Однозначно, вот этот вот японский брат выигрывает по всем параметрам. Да хороший, хороший. Не, оба легкие, но этот более такой. Тебе он таким показался, да? Ну, конечно, да. А старый? А тут он уже спокойный, мудрый, понимаешь, такой, давай, ладно. Все, вот так. В общем, вот эта тема, ребята, да. Я скажу вот о чем напоследок, да, что вот эта бутылка, она у нас уже полностью распилена, Гавана Клаб. Но все равно загляните в группу от Левантерс ВКонтакте и в Телеграм, ссылочки под видео, да. Потому что будут очень много новых разных интересных распилов, коньяка, виски, рома, как в данном случае. И много чего еще. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok